Ой, какая сегодня такая тема щепетильная, Санна Лепещенко. Животрепещущая. Да, доброе утро. Доброе утро, да. Доброе. Вкроются все наши детские обиды сегодня, чувствую, и вас. 8-913-381-05-54, мы будем говорить об отчимах и о мачехах. Если у вас есть вопросы, пишите, постараемся сами на них ответить. Начать стоит с чего? С того, как входить правильно в семью взрослым людям? Или стоит начать с совета для детей и подростков, как им принять правильно этих людей? Я думаю, что стоит рассмотреть эту историю с трех сторон. Во-первых, с точки зрения того родителя, который родной для ребенка, и он создает новые отношения. Во-вторых, с точки зрения того, кто входит в семью. И с третьей стороны, с точки зрения того родителя, который живет не вместе с ребенком. То есть я предлагаю такой формат. С точки зрения ребенка, мы не будем ничего рассматривать. Ты знаешь, там может быть очень-очень много реакций. Очень сильно это все зависит от возраста. Ну, согласись, что одно дело, когда это подросток, другое дело, когда это совсем какой-то малыш. Конечно. Потому что, допустим, та же ситуация, насчет того, как называть отчима или мальчиху, что ребенок вроде как сам выбирает. А ребенок, когда маленький, он может просто так сказать, вот знаешь, назвать там человека папой, потому что он рядом с мамой находится. У меня было, ну, очень много случаев, когда ко мне какие-то дети подбегали там в транспорте на улице и кричали «папа, папа». И что, теперь я папа, что ли? Ну, нет, конечно. Ну, да. Как скажут, да, он сам выбрал, и мы просто поддержали эту ситуацию, и все, и начинают «это папа, это папа». А родной папа – это уже кто? Это непонятно кто. И потом, он взрослет, он не понимает, что происходит. Ну, вот тут вот. Здесь тоже, знаешь, очень важно. Есть такая очень редкая история, когда родной папа, когда ребенок был совсем маленьким или умер, или где-то совсем далеко с ним совершенно нет контакта. Это понятная ситуация. Да, да, да. А когда он живой, и он каждую неделю приходит, понимаешь? Вот я просто через это прошел. Прям боль, да. Да, на самом деле это очень такая тогда болезненная история. И здесь на самом деле рулят взрослые. Вот вся эта история с отчим мачехой. Потому что очень часто бывает такая фантазия у того родителя, который живет вместе с ребенком, что вот он постарался, отхватил какого-то хорошего там человека в семью, и он как будто бы пытается его как пазл встроить на то место, которое было. Что я плохого мужа там или плохую жену убрал, а сейчас хорошего поставил, и будет она тебе там хорошим папой или хорошей мамой там в зависимости от пола. И вот это, конечно, провальная совершенно сразу же позиция, потому что это не родной отец, это не родная мать. Ну, давайте для удобства я буду все-таки говорить про отчимов сегодня, но для мачех вот прям все совершенно идентично в том контексте, в котором мы сегодня разговариваем. И, допустим, что когда женщина, она устала быть одна, она накладывает очень много ожиданий на своего мужа нового, что он сразу же реализует вот эти вот все, закроет все ее потребности, поможет в воспитании, поможет в каких-то бытовых во всех аспектах семьи. И это, конечно, такая ноша нешуточная. И вот многие мужчины, с которыми я разговаривала, они сильно опасаются вступать в отношения с женщиной, у которой есть уже ребенок, именно из-за того, что там видят уже прицельный такой взгляд, что ты должен это, 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 это. К сходу, да. То есть вот эти вот все этапы в семье, которые по-хорошему проходят, конфетно-букетный период, там, когда мы налаживаем отношения, они как будто бы раз, все проскочили, и сразу же все, ты отец какого-то взрослого. Обязательный пункт, чтобы смог обеспечить меня, моего ребенка, а ты сама как до этого не обеспечивала своего ребенка? Ну, как-то да. Как-то сразу очень много всего. И получается, что при этом от ребенка сразу же ожидается, что он тут же радостно примет вот этого нового человека, хотя он его не выбирал. Он его там вот видит впервые, кто этот дядя. Непонятно совершенно, еще непонятно, как отошел он от развода, вот от всей вот этой катавасии. Во-вторых, что он будет называть его папой, хотя дети это очень часто воспринимают как предательство родного отца. Ну, вот особенно если они постарше, для них это может быть прям тяжело. И на самом деле, вот Велина говорила до этого в новостях, лучше дать это на утку ребенку, если он уже постарше. А если он маленький, то ему разруливать, что вот это твой папа, вот это там дядя, там, Саша, там, или как его называть, решить, как комфортно будет всем сторонам. А когда он уже подрастет, если он плавно начнет называть его отцом... Да, пусть сам, тогда уже пусть сам решает. Да, тогда это уже будет для него какое-то гармоничное такое состояние. Ну вот, и самое главное, что отошима, вот обычно, там, женщина сразу же требует, что он, во-первых, будет тут же любить ее ребенка и каким-то образом воспитывать его как родной. И вот такая частая претензия, ага, вот если был бы родной, ты бы делал бы вот так вот, вот сейчас ты делаешь вот так вот. И при этом смотрит такая, как Корфун, чтобы не обидел. Потому что вообще у нас такое отношение в России, да, к мужчинам в плане воспитания, что они такие немножечко туповатые воспитатели, которые по-любому... Могут просто поорать. Как надо, там, не накормят, не оденут, скажут какую-нибудь ерунду, и поэтому мать должна сечь, а ты посиди, пожалуйста, на диване и не вмешивайся во взрослые дела, папаша. Только когда надо ремня, тогда встанет твои дай ремня. Ну да, то есть такие военные послания к отчимам, это вот прямо усугубляется отношение. То есть складывается такая ситуация очень странная. То есть два человека, которые друг друга никогда не знали, ребенок вот этот и отчим, оказываются в истории, когда один другого должен обязательно воспитывать, тот же любить, а тот должен любить и слушаться, еще папой называть. Ну вот тебе приведут к какого-то незнакомого, дяденьку скажут, «Теперь он твой муж», и вот относись к нему как к мужу. Вот примерно такие же будут чувства. Поэтому что мы можем по этому поводу... Да, ведь нам не нравится, когда родители пытаются нас с кем-то свести, да, сказать, «Вот смотри, какой хороший мальчик у нашей соседки вырос, типа познакомься с ним, сходи в кино». Ну, да, ну прям ерунда на самом деле. И получается, что можно сделать во всей этой истории? Можно принять тот факт, что эти два человека родными не являются. Вот это прям самое классное. Я помню, у меня была замечательная семья на консультации. Я сейчас изменю тут некоторые детали, чтобы это было неузнаваемо. Но суть останется верной. Пришла женщина с тем, что вот так и так. Значит, мой муж отказывается признавать, что вот он теперь папа моему сыну. Ну, отчим. И они пришли вместе, а там совершенно такой адекватный дядька. Он говорит, ну, во-первых, родной отец есть, он общается. То, что у них тут между собой обиды, я это не хочу воспринимать. И он вот с этим отцом, с родным старался становить очень дружеские, очень такие хорошие отношения, как бы он там к нему не относился и на что бы не обижался. Он в любом случае старался с ним прям демонстрировать дружелюбие, вежливость. И не позволял жене при нем какие-то некорректные вещи говорить. Это нормальная ситуация. Да, да, да. То есть очень так себя повел по-мужски во-вторых. Он этому мальчику... В этом случае именно взрослые как раз думают о ребенке. О ребенке, да. Да, и это правильно. И он обосновывал свою позицию. Он отказывался... Там мальчику было 12 лет. Он отказывался этого мальчика воспитывать, делать с ним уроки. Он говорит, слушай, мы только вот начали жить вместе. Он и так вот весь взъерошенный. Он старался с ним найти какие-то общие интересы. То есть он с ним играл в видеоигры, что-то такое. То есть везде, где была возможность какого-то контакта, он его... Пытался быть сначала другом. Пытался быть сначала другом, что очень сильно маму раздражало, потому что она и так устала нести там эту нашу... Что у меня теперь два ребенка, да? Да, ну там было немножко по-другому. То есть что опять я, значит, буду плохая, буду плохой полицейский, ты будешь только добрый. А по идее вот у этого отчима у него была очень здравая позиция. То есть ребенок называл его по имени. Они вместе делали какие-то позитивные такие дела. И он пока убрал функцию контроля. При том, что очень... Женщины очень странные. Не нравится им, когда ребенок враждебно относится. Когда слишком дружественно, тоже подозрительно. Ну, ребенок не относился дружественно изначально. То есть вот этот лед потопил отчим. И за счет того, что он с отцом установил тоже хорошее, позитивное отношение, отец тоже, он когда приходил, они там о чем-то своем могли поговорить. Троечка играли в видеоигры, а жена такая, ну е-мое, а мне когда что достанется? Ребенок, он не видел, что отец как-то не одобряет, не было этого ощущения предательства. И вот я наблюдала эту историю. Через пару лет на самом деле была очень такая теплая, хорошая семейная обстановка. И ребенок был уже готов воспринимать какие-то воспитательные моменты со стороны отчима. Давайте после рекламы вернемся и обсудим этот вопрос со стороны того человека, который входит в семью. Трезненные вопросы, очень серьезные обсуждаем сегодня с Анной Лепихиной. Когда в семье появляется новый родитель, это отчим или это мачеха? В контексте российского общества, наверное, все-таки популярнее вопрос отчима, да, потому что обычно ребенок остается с мамой. И мы уже дошли до того момента, когда хотим рассмотреть ситуацию глазами человека, который появляется в новой семье. Представьте, что вы собираетесь жить с женщиной, у которой уже есть ребенок, или с мужчиной, у которого уже есть ребенок. Ну, очень здорово, если заранее вы проясните ожидания друг от друга относительно вот этого формата проживания, чтобы не было сюрпризов, что вот вас ждут, что вы сразу встроитесь. Ну, это я возвращаюсь, да, к началу истории. Конечно, очень классно, если вы будете в реальности, и никто не будет ждать взаимной быстрой любви вот с этим ребенком, которым вы приходите. В общем, максимально ими естественно быть и не наигрывать какие-то внезапные расы. Давайте играть в семью. Доброжелательное, уважительное отношение и соблюдение неких правил по корректному отношению, это, наверное, те реалистичные требования, которые могут люди друг от друга как-то ожидать в ситуации, когда родители приходят в семью. И поэтому ждать, что тоже, что ребенок тут же моментально воспылает к вам какими-то нежными чувствами, ждать не стоит, но, скорее всего, будет сопротивляться. И очень важно взрослому в это время, вот, ну, отчиму, да, или мачехе, сохранять в хладнокровии, понимать, что это, ну, неизбежный этап. Чаще всего дети сначала там как-то бунтуют в зависимости от возраста, их бунт по-разному проявляется. И можно с ребенком тоже прояснять вот эти вещи, что, слушай, ну, тебя никто не заставляет меня любить, но мы с тобой оба любим маму. И мы, наверное, все хотим, чтобы нам жилось как-то здесь достаточно комфортно. Давай так, вот мы с тобой будем друг с другом просто разговаривать вежливо и уважительно. Тебе не обязательно называть меня папой, тебе не обязательно там меня как-то любить. И я с уважением отношусь к твоему отцу, и очень здорово, что ты к нему там привязана или привязана. Это замечательно. Но вот сейчас вот мы живем таким образом, поэтому давай уважать интересы друг друга и постараемся меньше конфликтов создавать. Для детей это, ну, часто довольно неожиданно и хорошо работает. Вот тот вопрос, который мы обсуждали с Эвелиной, имеет ли право отчим или мачеха наказывать ребенка и воспитывать ее в плане жесткости именно. Ну, ты знаешь вопрос, насколько, какие наказания в семье приняты? Ну, вот менять правила уже вот этой семьи, в которую ты входишь. Я думаю, что не стоит делать это сходу, потому что в любом случае тот человек, который пришел в семью, ну, будь то приемный родитель или даже приемный ребенок, вот когда-нибудь поговорим, он все равно приходит уже в сложившуюся систему. Поэтому все-таки сначала завоевывается там доверие, контакт и так далее. Там лучше присмотреться, прежде чем сразу проявлять свою власть. Так, все, теперь я тут генерал, все будет помылен. Ты что не помыл посуду? Леща, да, с порога сразу. Да, это сразу же беда, это сразу же точно будет спровоцирован конфликт. А после того, как уже какая-то первая адаптация прошла, отношения установлены, после этого, конечно, можно пересматривать правила, наказания и так далее. И вот здесь очень важно, как реагировать будет мама, вот если мы говорим про ситуацию отчима. Потому что часто, с одной стороны, вот ей очень хочется, чтобы была какая-то там крепкая мужская рука, все такое. А с другой стороны, а, иди, детку, мою любимую, сейчас эта крепкая мужская рука наказывает не тем образом, и не за то, вот за что я согласна. Поэтому здесь вот такой переговорный вопрос у взрослых, согласовать наказание, рамки и так далее, и проговорить вместе с ребенком, что поскольку мы живем втроем, вот у нас здесь три взрослых, твой отчим имеет, вот он право за тобой присматривать в таких-то вопросах, контролировать таким-то образом, то есть мама как будто бы передает свою власть. И вот с глазами ребенка вот эту ситуацию, когда на тебя стоит орет этот незнакомый дядя, там или что-то от тебя требует, там или еще хуже, там замахивается на тебя рукой, а твой родной родитель стоит в стороне и такой типа, ну, как бы это же мужская рука, это же надо, и такой стоит, ну, ничем помочь тебе не могу, извини, терпи. Как-то так, это боль, это обидно, тебя бросили. Мы с тобой как раз только вот проговорили, как сделать так, чтобы не было такого обидения. Когда незнакомый дядя орет, это, конечно, страшно, да, точно так же, как к тебе придет незнакомый мужик, тебе скажут, теперь это твой муж, он скажет, ага, теперь ты на работу не ходишь, там, готовишь мне и так далее, и тому подобное, если что, леща тебе. Ну, вот ты будешь бунтовать, тебе будет плохо. А если ты присмотрелась, там, ну, не знаю, вы соседи по коммуналке, и вы как-то выстраиваете свои взаимоотношения, это совершенно другое. Поэтому, конечно, сначала контакт, потом вы проговариваете с семьей, какие у вас вообще правила, какие наказания за что бывают, и кто за что имеет право ребенка наказать, какие выставлять рамки. Если для матери недопустимы совершенно физические наказания или крик, то, естественно, для нее будет... Нужно считаться с этими правилами человеку, который входит в семью, правильно? Конечно, конечно. Ну, слушай, точно так же, как родной родитель, очень часто родные родители между собой не могут договориться по поводу того, можно бить ребенка, нельзя бить ребенка, можно его кричать или нельзя кричать. Это абсолютно те же самые воспитательные переговоры по поводу. Но со стороны ребенка ты по-разному воспринимаешься, когда на тебя кричит папа и когда на тебя кричит отчим. Это разное. Конечно, конечно, да, я согласна. Не остается у нас времени обсудить, как вести себя человеку, который остался за бортом этой новой семьи. Можно прям буквально тогда минуточку? Давай, хорошо, если коротко. Что самое главное родителю, который не живет сейчас с семьей, как бы он не относился ревностно к новой семье своей жены, как бы он не относился к этому человеку, который с его ребенком, важно налаживать отношения и действовать в интересах ребенка, быть самым хорошим переговорщиком и дипломатом, стараться устанавливать какие-то, влиять на сколько он может и ни в коем случае не... Не говорить, какие они плохие. Вот как бы тогда, когда мы разговаривали про разводы, нельзя ругать другого родителя и этого нового. И высмеивать. Еще болезненнее дети воспринимают высмеивание, когда начинают отчим с родным отцом друг друга высмеивать, каким-то образом подшучивать, им очень тяжело. Думайте о ребенке. Да, будьте за ребенком, друзья, в наших взрослых играх. Анна Лепихина была у нас, как всегда, в студии. До встречи. До встречи. Через неделю.